Слава Богу! Я благодарю Господа Бога за возможность видеть всех вас. Это причастие всегда было моей мечтой, чтобы на этом празднике быть. И я благодарю Бога за эту возможность, которую мы имеем сегодня. Слава Богу! Я благодарен за вас, что вы оставили многие занятия и дела, и сегодня вы здесь. Праздник Господу продолжается. Слава Иисусу! Сейчас у нас как бы задача номер один – это подготовить свое сердце к причастию. Чтобы действительно все, что здесь будет происходить, оно было во благо нам и для славы Божьей. Аминь! Поэтому я сегодня хочу проповедовать на такую интересную тему – самый распространенный грех. Подумайте пока, какой самый распространенный грех. Первое, второе, я посерьезнее хочу задать вопрос. Какой самый распространенный грех среди христиан? Отвечает вот эта скамеечка. Гордость еще. Кто угадает, тому шоколадка. Языком. Что ты сказала? Какую хочешь. Значит, и так вы поняли, какой самый распространенный грех среди христиан. Вы можете согласаться с этим мнением, можете – нет. Но это осуждение других. Смотрите, что говорит Библия сегодня к нам. 1 Коринфянам, знакомое вам Слово Божие, с 11 главы я читаю так. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И дальше. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И дальше. Ибо кто, если пьет недостойно, тот, если пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы. Итак, у нас, как христиан, и не только христиан, всегда есть выбор. Или судить себя, или что других. Решаем мы, по какому пути мы пойдем. Да, еще раз повторяю, у нас всегда есть выбор. И поэтому, если мы действуем и поступаем правильно, то мы будем особо благословлены. И так мы соглашаемся с тем, что самый распространенный грех среди христиан – это осуждение других. Это и осуждение, это и сплетни, это лжесвидетельство, это злословие. В принципе, то, что связано с языком. Причем многие, которые в этих проектах участвуют, они говорят, я здесь ни при чем, я просто слышал. Я передал то, что я услышал. Наверное, вы это тоже слышали. Но я лично не понимаю, как можно вообще помочь человеку, осуждая этого человека. Как можно помочь ему измениться. Вот почему в Библии очень ясно написано. Не судите. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Не судите. Очень серьезный вопрос. Предостережение. Пожалуйста, обратите на это послание огромное внимание. Вы видите здесь на экране. Я надеюсь, что все вы видите. И поэтому я хотел бы просто сказать. Не судите тех, кто грешит не так, как вы грешите. Вообще, слово «не судите» я хочу вам сказать. Мы хорошо помним, когда нас судят. И дальше Библия говорит, смотри. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе что? Не чувствуешь. А раз не чувствуешь, избавиться не можешь. Лицемер. Винь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего». Правда, друзья мои, я думаю, вы согласитесь со мной, что мы очень хорошо разбираемся в других людях. Есть такие люди в зале? Мы просто знаем наше окружение. Говорим, этот там человек спыльчивый, а этот несерьезный, а эта сестра много говорит. То есть у нас есть практически что сказать, ну, как о каждом человеке. Мы прекрасные специалисты, или образно можно сказать, эксперты человеческих душ. Мы очень хорошо и тонко разбираемся в других людях. Но у меня вопрос. Вам от этого легче? Вам от этого лучше? Нет. Нет, каждый избирает для себя дорогу. Но вы должны знать, что вы находитесь в серьезной опасности, если вы сокрушаетесь о чужих грехах больше, чем о своих. Вот как-то по отношению к другим и жалко, и сокрушаешься, и переживаешь, а вот как за себя, то все нормально и все. Правда? Но когда я начинаю понимать, что мне надо измениться, и если я меняюсь, мне будет хорошо и окружающим. Правда или нет? Ну, громче скажите. Поэтому, что нам необходимо делать, братья и сестры? Обратите на это внимание. 1 Тимуфея 4,16. Вникай в себя и учение. Занимайся с ним постоянно, и вот так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вы эти стихи слышите уже тысячу раз. Но я хочу снова и снова обратить ваше внимание на этот стих. Почему? Только потому, что легче осудить тысячу грехов в другом человеке, чем один внутри себя. Почему? Потому что себя мы любим. Себя-то мы прощаем. Но я здесь, чтобы сказать, критика – это, в принципе, легко. Это просто желание показаться лучше, чем мы есть на самом деле, когда мы унижаем, что других. Но наша критика, наше осуждение, оно не является отражением образа Божьего и Его славы. Хотите услышать или узнать секрет счастливых отношений? Хотите? Ну, пожалуйста. Да, слава Богу. Так вот, запомните, смотрите, мы все совершаем ошибки. Но главное, не надо подчеркивать их. А просто поддерживать того, кого ты любишь. Именно в этом секрет благословенных, счастливых взаимоотношений. Это большой секрет. Поэтому я надеюсь, что каждый, кто здесь присутствует, он что-то важное слышит для себя. Человек, который не ошибается, таковых нет. Он не ошибается тот, кто ничего не делает. Но если он что-то делает, не так, как ты ожидал или ожидала, не так, как тебе хочется, послушайте, вот что делать, когда вот подобные вещи происходят? не надо подчеркивать 300 раз за один день одно и то же. А ты сказал, а ты сказал. Пожалуйста, обратите на это внимание. Следующая моя мысль будет одна из самых актуальных и серьезных. Она звучит так. Какую информацию мы несем в себе? Позитивную или негативную? Вот проверьте себя в течение дня. Еще раз. Какую информацию мы несем другим людям? Часто, к сожалению, и это правда, преобладает негатив. Очень часто, друзья мои, это связано с нашим недовольством, горечью и обидами. Вы еще здесь? Какую информацию мы несем о себе? Позитивную или негативную? От этого зависит наша жизнь, служение и наши отношения. Вот проверьте свое сердце, чего у вас больше в течение дня. Ну, например, мы утешаем, ободряем, поддерживаем других или же напрягаем, требуем и оскорбляем. чего у нас больше? Вы здесь? Я сейчас, как никогда, просто направляю ваши взоры и мысли, чтобы мы мы все снова обошли свое сердце и просто привели в порядок свою жизнь. Что мы делаем в течение дня дома? Что мы делаем, когда мы совершенно одни? Как мы ведем себя? И какую действительно мы информацию распространяем? Какие новости? Запомните, то, какие новости ты распространяешь, это определяет, какой ты человек. Что ты вообще стоишь, как человек? Поэтому мы должны на это все обращать самое серьезное внимание. Запомните, что лукавый нечистый человек опускает и унижает человека, но праведник поднимает поднимает других. Когда-то Давиду сообщили, что идет какой-то вестник, а он ожидал хороших вестей. и Давид, видя приближение этого вестника, он сказал так, когда он узнал, кто это. Это хороший человек. Он идет с хорошей новостью. Это был Ахима Асом. Правда, друзья мои, что с хорошим человеком хочется всегда видеться, встречаться? Правда или нет? Почему? Потому что, когда этот человек приходит, он приносит утешение и ободрение для других. Еще раз, какую информацию мы несем в себе, позитивную или негативную? Обстановка, которая накаляется, мы ее просто напрягаем или наоборот усмиряем? Что мы делаем и как мы ведем себя во время шторма? Когда кажется, все идет против тебя, тогда открывается наша суть. Тогда только мы увидеть можем себя и хорошо, если это происходит. Вы даже не представляете, какая была бы прекрасная жизнь, если бы людям меньше внимания уделяли другим и максимально много для себя. Вы согласны или нет? Смотрите, что говорит нам Библия? Библия говорит так, зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Все. Все просто как в телеграмме. Осуждение другого, оно всегда неверно только потому, что никто из нас не знает, что происходит в этого человека в душе. Поэтому не пытайтесь обвинять других, не проклинайте тьму, зажгите свет там, где еще темно. Поэтому какой бы мир ни был вокруг вас, очень важно, какой мир в тебе. Мы на войне, братья и сестры. Расслабляться мы не имеем права. Мы иногда думаем, может быть, это такой незначительный грех. Но, друзья мои, Бог, если что-то говорит, то Он говорит очень серьезно. Поэтому я вас вдохновляю, друзья мои, приведите в порядок свою жизнь, будьте чисты, и вы не будете обвинять осуждателей и подозревать других. Вы меня слышите? Говорят так, чужая боль это темный лес. то зачем бегать с фонариком? Искать непонятно что. Запомните, никогда не ищите виновных в ваших трудностях. Вместо этого лучше сами приблизьтесь к Богу, потому что Он наша единственная надежда и жизнь. Скажите слава Богу! Слава Богу! И так еще и еще раз или мы себя осуждаем, или Бог нас будет судить. Выбор за нами. очень часто мы легкомыслно подходим к причастию. Но должна быть у нас готовность номер один. Еще продолжу тему, какая польза от тех людей, которые вас обижают. вы видите здесь текст слез достойны не те, которые терпят обиду, а те, которые причиняют ее. Они вредят себе гораздо больше, а нам приносят величайшую пользу, если мы не мстим за себя. Запомните, чтобы отвергнуть себя, надо глубоко смиряться пред Богом. А сама критика, или можно сказать вообще критика по отношению к другим это дешевое и вредное занятие для нашего духа и души. Поэтому просто избери лучшее и живи, не смотрите на других. Я вас просто умоляю, изменяйте себя и не ломайте чью-то жизнь. Изменяйте себя и не разрушайте семью. Но правда так хочется всех поменять. Но правда хочется иногда. Но очень редко я слышу «Я хочу измениться. Я хочу что-то поменять в своей жизни. Что мне делать? Поэтому друзья мои дорогие, пока мы будем оправдывать свои ошибки, мы от них никогда не избавимся. Пока мы будем оправдывать свое поведение, оно тоже не изменится. И пока мы будем оправдывать свой грех, мы никогда от него не освободимся. Только осудив грех в самом себе и придя ко Христу мы обретаем свободу, радость и мир. Да будет имя Бога благословенно. Сейчас очень быстро. Что происходит, когда мы осуждаем других? Библия говорит, нам нет извинения. Вот осудил, отозвался плохо, оговорил человека, а потом говорит, извините, не работает. Здесь написано. Или я сужу себя, или я навлекаю на свою жизнь, что? Суд Божий. Поэтому не извинительен всякий человек, судящий другого. Второе, человек осуждает себя. Ему нет извинения, если он судит других, осуждает. человек осуждает себя, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь то себя. И еще ужаснее, когда мы идем вглубь, дальше мы читаем, осуждая других, ты делаешь тоже. Как-то аж не верится, правда? Но Библия говорит, осуждать других ты делаешь тоже. Если жизнь подсыпала сердце перца, не спешите других судить. Чтобы было красивым сердце, надо верить, ценить, любить. последнее, что происходит, когда мы осуждаем других? Тебя ожидает суд Божий. А это очень серьезно. А мы знаем, что поистине суд Божий на делающих такие дела. Не навлекай суд Божий в свою жизнь. Не судите, и ты судим не будешь. Иначе какую меру умеряешь, такой в свое время, и тебе что? Отмерят. Осуждал других, и ты будешь что? Осужден. Поэтому живите в любви, братья и сестры. Будьте милосивы к другим, и все остальное будет возвращаться тебе, и Бог благословит тебя в твоих нуждах. Запомните, что право на мнение имеет каждый. Право на критику только опытные специалисты. Право на суд только Бог. И то, кому он поручил это делать. Ты можешь не соглашаться с тем, как человек себя ведет. Это нормально. Ты можешь обличать человека, но что написано? Не осуждай. Почему? Потому что это Божья миссия, это его забота. Вы знаете, какая основная проблема среди христиан? Еще раз хочу, чтобы вы услышали. Это наш язычок, о котором написано в Библии, что это неудержимое зло. Когда Бог все время коснулся Исаии, то мы там читаем, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. Вокруг меня люди нечистые, и у меня уста нечистые. Господи, что делать? И он, осудив себя, возвал к Богу, и к нему подошел Господь так близко, что зажег его сердце от этого огня от жертвенника. Аллалуя! Я искренне желаю, чтобы Бог нас приготовил к причастию, и чтобы каждый, осудив себя, имел дерзновение и веру в этом служении, и получил желаемое от Бога то, в чем он нуждается, тускует и просит. Вы готовы сказать аминь? Поэтому, пожалуйста, будьте благословенны во всех ваших начинаниях и нуждах. Как я уже сказал сейчас, что в основе почему Бог будет судить Вселенную, почему это его забота, потому что на основании можно сказать Божьего суда правда и истина. То есть Бог проявляет любовь в действии к нам людям. Почему человек делает подобные вещи, осуждая других? Почему люди это делают? Очень быстро. Человек осуждает других, потому что думает, что избежит суда Божья. Ты неверно думаешь. Неужели думаешь ты, человек, что избежит суда Божья, осуждая делающие такие дела и сам делает тоже? Проблема в том, что каждый представляет себя стратегом, видя бой со стороны. Мнит. Мы просто как люди скорые на суд. А почему мы ошибаемся, когда мы это делаем? Только потому, что у нас нет права судить других. Человек, который идет путем этим осуждает других. Второе, он пренебрегает богатство благости и долготерпения Божьи. Да, Бог милостив и долготерпелив, но не пренебрегай его благодатью, милостью и любовью. Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божьи. Не пренебрегай. И дальше нескоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать что? Зло. Запомните, если человек отступает от Бога, его душа и сердце всегда будет ранимой. То есть, к такому человеку лучше не подходи. А раненого только чуть-чуть затрой. и кажется такое впечатление, что тебя перерезали пополам. А это было просто чуть-чуть. Человек, который делает подобные дела, осуждая других, он не разумеет, что благость Божия ведет нас куда к покаянию. Поэтому запомните, что осуждение других это убивает, а обличение других дает им просто надежду и жизнь. Почему? Потому что оно основано на любви и истине. И наша неспособность вот это различать суждение и обличение часто приводит к серьезным проблемам. Но запомните, равнодушно наблюдать за тем, как кто-то делает грех нельзя. Почему? Потому что мы своим молчанием сами становимся соучастниками их греха. Поэтому запомните, лучше открытое обличение, нежели что? Скрытая любовь. Господи, помоги нам так жить. Искренне скажу, исправить человека, не ранив его, это большое искусство. Когда получилось помочь исправить, причем при этом человек не был раним. Это особое призвание. Как и обличать человека, при этом вдохновляя его. Это тоже особое призвание. Если же мы не понимаем сердце Бога, мы будем осуждать других, не понимая того, что Божья благость ведет нас в покаянии. фарисеи судили Иисуса, потому что не знали Бога. А Христос учил, что милости хочу, а не жертвы. Поэтому все должно исходить от познания Бога. А чтобы его понимать правильно, надо просто общаться с Ним. Последнее, мы не осуждаем, мы рассуждаем. Правда бывает такое. Но суждение написано, и осуждение близки. Поэтому не суди, о чем не знаешь. Правило простое. Промолчать гораздо лучше, чем сказать пустое. Человек, который идет этим путем, он упорен и имеет нераскаянное сердце. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева. И праведно суда Божья. Нераскаянное сердце, упорное сердце собирает себе гнев, когда в конце концов будет свершаться суд Божий. И Библия говорит, что Бог воздат каждому по делам Его. Аминь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который светит сокрытый во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала, что от Бога. Бога. друзья мои, сейчас мы идем к молитве, а я вас просто хочу всех призывать. Просто сегодня изберите лучшее для себя. Вы не против? Поднимите руку. Спасибо. Изберите лучшее для себя. Что это значит? И так каждый из нас за себя даст отчет, что Богу. Только за себя. не станем же более судить друг друга, а лучше что будем? Лучше судите о том, как не подавать брату случая преткновению и соблазну. Сейчас мы идем к молитве, друзья мои, и мне очень хочется, не знаю, как вы, чтобы все мы избавились от эмоционального рака. Есть такое. Это критиковать, это жаловаться, это сравнивать, это соперничать с другими. О, как хотелось быть, чтобы это все ушло и больше к нам никогда не возвратилось. Я вас умоляю ради Бога, не тратьте свои силы и время на чувство жалости к себе. Займитесь более важными делами. Не оплакивайте свою судьбу, но будьте благодарны Богу за все. Аминь. Почему? Потому что благодарный человек, он предъявляет требования к себе. Низкий, неблагодарный человек, он предъявляет свои требования к другим. Какова моя жизнь? Я стремлюсь к тому, чтобы быть добрым примером для других, или я жду, когда все поменяются вокруг меня. Как проходит ваш день? Если в течение дня, например, вы никого не поддержали, не ободрили, это напрасно потерянное время. Это может делать каждый и словом, и делом. Как-то получается, правда, на осуждение хватает времени. А когда надо благословлять, как-то и словарный запас исчезает, и ты не знаешь откуда, почему и как. Поэтому какую мы информацию несем другим людям? Мы люди позитива или мы негатива? Мы строим или мы разрушаем? вот в чем секрет благословенной христианской жизни. Мы сейчас будем молиться. И если кто-то что-то услышал для себя сегодня, вы можете пройти вперед, за вас помолятся. Если есть среди нас люди, которые готовы осудить себя и покаяться, тогда благословит Бог. Никто не обманывая себя, что у тебя все нормально и все хорошо. Идите к Богу, чтобы было нормально. Суди себя и судим никогда, что не будешь. Да будет имя Бога благословенно во веки и веки. Ему вся слава. Аминь. Аминь. Поклонимся Ему. Ему.